Наверняка все любители хлеба на закваске слышали, когда бы то ни было, имя Чада Робертсона и про тот самый классический тартин из популярной хлебопекарни в Сан-Франциско, которая, кстати, тоже называется тартин. Этот рецепт я взяла на сайте хлебопекарни. Он находится в открытом доступе и доступен всем, и вы можете тоже посмотреть. Сегодня я буду готовить по этому рецепту с небольшими отхождениями от рецепта, благодаря чему тартин у меня получился еще более мягким и пышным. Все ингредиенты для тартина вы сейчас видите на экране, и они всегда есть в описании под видео, и давайте готовить. И, как всегда, для того, чтобы у вас получился хороший результат, я показываю примерные температуры у себя на кухне в Цельсиях и Фаренгейтах, и также я показываю температуру воды также в Цельсиях и Фаренгейтах для вашего удобства и для того, чтобы вы смогли сориентироваться по своим температурам. Если у вас холоднее, берем воду потеплее, если у вас на кухне жарко, берем воду попрохладнее. Сейчас у меня закваска уже поднялась, она полностью готова, она поднялась в два раза. Сегодня утром я ее покормила в районе 7-8 утра, и сейчас примерно 11, и она уже готова к использованию. Она вся покрылась пузырями, у нее еще нет следов сползания по стенкам банки, она пузырчатая, активная, и она имеет такую бугристую поверхность. Вот такая закваска должна быть, мы используем здесь 100% влажности пшеничную закваску. Если вы печете не очень часто, и закваска у вас стала не такая активная, то я рекомендую достать ее с вечера и покормить 2-3 раза перед выпечкой хлеба, перед приготовлением теста. Итак, сейчас мы ставим на весы нашу чашку. Чашку я беру большую, чтобы было удобно, потому что хлеб крупный, примерно около килограмма веса. По рецепту в этот хлеб идет 375 миллилитров теплой воды, я наливаю сейчас 350 миллилитров и еще 25 миллилитров я сохраню для того, чтобы позднее развести соль. Все отмеряю тютелька в тютельку по весам, и вот у меня осталось столько, оставлю для соли. Сюда же я добавляю закваску, закваске понадобится здесь 100 грамм. 100 грамм активной пшеничной 100% влажности закваски. Активная закваска, обратите внимание, всегда плавает на поверхности жидкости, она не тонет. И плавает она немного, возвышаясь над поверхностью этой жидкости. И сразу отвечая на вопросы про опару, опару я обычно никогда не ставлю. Я веду свою закваску по методу без выбрасывания, поэтому кормлю я закваску всю в банке целиком, у меня нет никогда остатков, и поэтому нет нужды в принципе ставить опару тоже. Всю закваску я перемешиваю с водой, желательно до полного растворения закваски. Если вы будете использовать вместо воды сыворотку, то она может не до конца раствориться, это в принципе тоже нормально, но старайтесь все-таки растворять. Далее по рецепту сюда идет 450 грамм белой хлебной муки. Хлебной муки это белок, в этой муке обычно 12,5 примерно процентов. Я же использую для этого рецепта муку общего назначения, белок здесь у меня 11,7. И сюда же нужно добавить еще 50 грамм цельнозерновой муки. Цельнозерновая мука у меня с белком 14%. Все измеряю по весам, поэтому вы видите, как я аккуратно насыпаю муку. Все хорошенечко все перемешиваем до полного увлажнения муки. Я сначала это делаю вилкой, если есть необходимость, можно забраться руками и подмешать все это руками. Если вы будете использовать муку хлебную, как рекомендуется по этому рецепту, с белком 12,5, то тесто у вас может получиться более плотное, более тягучее. У меня же белка меньше, поэтому тесто более мягкое и более влажное. Я уже по этому рецепту готовила и не раз, как раз готовила на этой муке, поэтому разница в белке не настолько критична, чтобы хлеб не получился. Хлеб получается очень хорошо и так и так. Все, вымешиваю тесто, заканчиваю вымешивать. Буквально у меня заняло примерно 1 минуту. Тесто вот такое влажное, оно не имеет никакой структуры сейчас, тянется к рукам. И такое ощущение, что из этого теста ничего не получится. Вот так оно выглядит, липкое, расползается. Накрываем его крышкой, чтобы тесто не заветрилось и оставляем его на отдых на 30 минут. Температура ферментации благоприятна для этого теста 24-27 градусов по Цельсию или 75-80 по Фаренгейту. Через полчаса тесто мое никак не изменилось. Я его снова поставила на весы и добавляем сюда соль и воду. Соли по рецепту идет 10 грамм и вода, это оставшаяся вода, которую мы сохранили ранее. Здесь еще добавляем 25 грамм или миллилитров воды. Все хорошенечко смешиваем с тестом. Тесто сначала не хочет смешиваться, оно будет расползаться и расслаиваться. Но продолжаем его вымешивать. Занимает этот процесс минуты 2-3 и тесто снова собирается в комок, становится более гладкое и эластичное. На этом этапе тесто уже меняет структуру, оно прям под рукой меняется. Это очень интересный процесс. Ну и в итоге получается вот такое. Оно все еще липкое, но уже немного тянется. Округляем его, насколько это возможно на этом этапе. Собираем со стенок, чтобы не подсыхало тесто. Вот таким образом я это обычно делаю. Немножко округлила, снова закрыла его крышкой и снова оставляем отдыхать. И в этот раз тесто снова будет отдыхать минут 30. Снова я его ставлю в теплое место. При тех же температурах соблюдаем температуру брожения. И через 30 минут мы начинаем делать первое растягивание. Вот так тесто выглядит через 30 минут. Оно практически сильно не изменилось, стало более жидкое и немножко растеклось. Здесь я подготовила чашку с чистой водой и обмакиваю свои пальцы в воду, чтобы тесто не прилипало. Начинаю делать первые растяжки. Тесто я подхватываю снизу, аккуратненько, чтобы не прилипало и не порвалось. Вытягиваю его максимально вверх. В это время кручу чашку и накладываю все эти слои теста на поверхность, сформируя шар. Это тесто достаточно мягкое, хорошо тянется, поэтому чашку я поворачиваю так часто, как мне нужно. Наверное, я ее прокрутила раза 2 или 3 вокруг своей оси до тех пор, пока тесто не перестало тянуться. И вот такой в конце она получается, она уже хуже тянется. Я скрепляю концы теста и снова накрываю крышку, оставляю снова на 30 минут при той же температуре. Всего растягивания и складывания мы будем делать 4 раза, каждые 30 минут. Второе и третье растягивание я вам показывать не буду, а это я вам показываю уже четвертое. Посмотрите, как изменилось тесто. Она уже немного поднялась, на нем образовались на поверхности пузыри, и мы делаем четвертое растягивание. Если вы еще раз посмотрите внимательно на тесто, тесто стало более эластичное. Сейчас я попробую растянуть. Вот оно, глютеновое окно, то самое. И снова продолжаем растягивать и складывать до тех пор, пока тесто не перестанет тянуться и снова не соберется в комочек. По оригинальному рецепту тесто мы должны оставить после этого на брожение, примерно пока оно не поднимется где-то на 20-30%. Однако, по моему опыту, лучше всего это тесто оставить до увеличения в объеме на 60 примерно процентов. Поэтому я его закрываю крышкой, отправляя при той же самой температуре на растойку. В итоге у меня заняло при этой же температуре, которую я вам показывала, примерно около 4 часов на подъем до увеличения на 60%. У меня уже наступил вечер, я подготовлю корзинку. Сейчас достала корзинку, она у меня с предыдущего раза еще покрыта мукой. И сюда же я добавлю немного рисовой муки. Если вы пользуетесь рисовой мукой, то ее нужно буквально совсем чуть-чуть для того, чтобы покрыть всю корзинку и для того, чтобы хлеб не прилипал. Просыпаю корзинку мукой и излишки можно стряхнуть. Все, корзинка готова и тесто у меня тоже готово. Посмотрите, как оно выглядит. Тесто визуально тоже поменялось не только в объеме, но и внешне. Оно стало более гладкое, более эластичное, блестящее, и на поверхность начали подниматься небольшие пузыри. Присыпаю обильно стол мукой и выкладываю тесто на стол. Сейчас, если вы посмотрите на поверхность чашки или скорее это дно, наверное, но сейчас оно сверху, то вы увидите, как много пузырей в тесте. Слегка поддев тесто за край, тесто легко самостоятельно потом сползает из чашки на стол. Тесто это очень липкое. Снизу оно у нас в муке, сверху очень липкое, стараемся сверху не трогать. Снизу подхватываем тесто за нижнюю часть, накладываем. Так здесь большие пузыри образовались, их можно убрать. И накладываем края теста друг на друга с нахлёстом. Разворачиваем тесто и сворачиваем его рулетом. Если вы снова видите большие пузыри, которые вышли на поверхность, то такие пузыри можно убрать. Аккуратненько сворачиваем тесто, стараемся формировать его не слишком плотно, но при этом не слишком рыхло, и теперь формируем шар. Тесту обязательно нужно делать предформовку и формовку, потому что это ваша структура теста, это то, насколько тесто поднимется вверх, насколько оно будет равномерно внутри и общий внешний его вид. Вот такое тесто выбродившее. Посмотрите, как оно выглядит. В нем пузырики, и можно прям видеть под тонким слоем теста поднявшийся пузырик поверхности. Оно блестит, и вот так вот выглядит. Специально показываю вам максимально близко, чтобы вы визуально видели изменения в тесте. Все, на этом этапе мы сделали предформовку. Накрываем тесто крышкой и даем ему полежать 20-30 минут. У меня уже 30 минут прошло. Я подхватываю тесто с шпателем. Очень удобно это делать металлическим шпателем. К металлическому шпателю тесто меньше прилипает. Переворачиваем тесто, и та сторона, которая была в муке, снова у нас на муку ложится, а та сторона, которая была липкой, должна оказаться сверху. Накидываем края теста с нахлёстом друг на друга и снова повторяем все те же самые движения. Сворачиваем тесто в рулет. Переворачиваем тесто вверх швами и формируем нашу булочку. Закрываем все отверстия, проходимся, защипываем все края сбоку, с одного и с другого. Это тесто хорошо формируется, хорошо склеивается. Смотрите, какое оно мягкое. Когда оно хорошо выпродило, оно должно дрожать, как желе. Подхватываю его снова, я делаю это обычно шпателем, это удобно. Подхватываю шпателем, перекладываю на руку и потом аккуратненько опускаю бок в корзинку. Шов должен быть сверху. Этот хлебушек достаточно крупный, как я уже сказала, около килограмма веса, поэтому тесто занимает практически всю корзинку. Но в этом нет ничего страшного, потому что в холодильнике тесто никак не меняется и никак не поднимается. Сверху я тесто присыпаю мукой так, чтобы пленка не прилипла, буквально чуть-чуть, чтобы не пересушить поверхность хлеба. Накрываю его снова пленкой и убираю на этом этапе в холодильник на ночь. У меня уже наступило утро, сейчас около 9 утра, и я буду разогревать свою духовку. Разогреваю я ее до температуры 260 градусов по Цельсию или 500 по Фаренгейту вместе с кастрюлей внутри. Затем температуру нужно понизить еще перед посадкой хлеба до 230 градусов по Цельсию или 450 по Фаренгейту. Положить хлеб в кастрюлю и выпекать под крышкой 20 минут, затем крышку снять и при той же температуре закончить выпечку хлеба еще 20 минут. У меня кастрюля сейчас пока нагревается, стоит. Хлеб я только что достала из холодильника, он холодный. И подстелила я немного пергаментной бумаги, вытаскиваю хлеб на пергамент. Стряхиваю все излишки муки, если у вас муки было не очень много в корзинке, то стряхивать в принципе не так много, буквально чуть-чуть. И делаем надрез по хлебу. Чтобы у хлеба образовался гребешок красивый, чтобы он хорошо раскрылся, нужно сделать достаточно глубокий и длинный разрез. Для этого от центра хлеба снизу я тяну лезвие через всю поверхность хлеба делаю достаточно глубокий надрез, примерно около 1 см. и опускаю надрез к низу, к центру хлеба. Вот таким образом. Так, чтобы у нас получился хороший карман. Последнее время я еще иногда люблю сделать двойной разрез. Я вот прям под корочку забираюсь хлеба и делаю еще один надрез, чтобы открытие и чтобы гребешок был немного выше. Сверху я немного сбрызнула водой и уже понизила температуру, как я сказала, перед посадкой хлеба и опускаю хлеб в кастрюлю. Накрываю его крышкой и буду выпекать 20 минут. 20 минут под крышкой. Отправляем его обратно в духовку и ждем 20 минут. Через 20 минут я достаю свою кастрюлю, снова снимаю крышку. Посмотрите, как уже раскрылся хлеб и как хорошо поднялся гребешок. Снова отправляю его в духовку и при той же температуре продолжаем выпекать еще 20 минут. Мой хлебушек уже испек. Сейчас я попробую его вытащить. Он очень горячий. Посмотрите, какой он получился огромный. Это просто очень большой хлеб с очень большим раскрытием. Посмотрите, какой высокий гребешок. Очень хороший цвет у хлеба. Посмотрите, какие у него блистерсы, какие пузыри на поверхности. Такие пузыри говорят о очень хорошей ферментации и какой высокий гребень. Конкретно этот хлеб по этому конкретному рецепту я также пекла еще и сывороткой. Я использую сыворотку обычно либо из-под йогурта, либо из-под творога. И результат был немножечко другой, но тоже очень вкусный. Хлеб с сывороткой получается более ароматный. У него такие нотки хорошие есть. Вот фотографии вы сейчас видите в углу экрана. Вот такой красивый хлеб на сыворотке получается. Он более золотистый и более темный по цвету. Если будете печь на сыворотке, то я заменила полностью 100% воды на 100% в сыворотке. Получился результат очень хороший. Как с водой, так и с сывороткой. Это просто изумительный, огромный и очень пышный хлеб. И глухой стук при постукивании по донышку хлеба говорит нам о том, что хлеб полностью внутри пропекся. Посмотрите еще раз, какой он огромный и красивый. И давайте разрежем, посмотрим, что внутри. У этого хлеба тонкая хрустящая корочка получилась. И внутри у меня нож просто проваливается. Я уже знаю, что он очень-очень мягкий. Давайте посмотрим, что внутри. Посмотрите на эти поры. Это то, что называется open crumb или открытые поры у хлеба. Это то, что многие очень хотят достичь. Посмотрите, какие широкие эти поры. Красивые. Больших дыр здесь нет, сквозных дыр здесь нет. Это именно открытые поры. И такой хлеб получается очень-очень мягкий. Именно за счет того, что открытые поры, высокие, хорошо подняли хлеб. И образовали очень мягкую подвижную структуру. Посмотрите, как хорошо он проседает. Но при этом у него очень тонкая хрустящая корочка. Для лучшего хранения хлеб лучше после остывания на второй день убирать в пакет. Так он сохранится лучше и не пересохнет. В остальном это отличный хлеб, который хранится неделю спокойно, не портится, не плесневеет и остается достаточно свежим и вкусным. Ну и хочу показать внутреннюю текстуру на свет. Посмотрите, как он светится. Это именно за счет того, что текстура у него не плотная, пузырчатая, воздушная. Поэтому много света проникает через такой хлебушек и он прям подсвечивается. Ну вот и все. Теперь вы можете приготовить этот знаменитый тортин у себя дома. Если у вас остались какие-то вопросы, то на вопросы я всегда отвечаю в комментариях.